Привет, с вами Борис Орден. А этот ролик совершенно неожиданно для канала Объект, посвящен вселенной Терминатора. Вот такие вот чудеса бывают. И рассмотреть сегодня хочу тему, которая не дает покоя многим моим подписчикам, отчего они задают вопросы как под видео, так и на стримах. А зачем вообще Скайн отстроил антропоморфных Терминаторов в целом и эндоскелеты в частности? Ведь есть гораздо более эффективные способы изничтожения остатков человечества. Например, использование бактериологического, вирусного или химического оружия. Меня самого всегда интересовала эта тема, и каждый раз я отвечаю, что без Терма франшиза просто не была бы собой. Они фактурные, внушительные, пугающие, а ликвидация сопротивления другими способами явно изменила по атмосферу этой вселенной. Давайте же рассмотрим вопрос с точки зрения все-таки Скайнета, а не художественных элементов, созданных специально для зрителей. Ну и сразу отмечу, что не вся техника злого ИИ при анализе этого мира кажется лишней. Гусеничные охотники-убийцы и летающие хантер-киллеры явно на своем месте. Первые разрушают все на своем пути. Вторые дают господство в воздухе, предоставляют возможность точечного обстрела, используются в качестве быстрого транспорта. Еще есть дроны-разведчики, благодаря маневренности и скромным габаритам, забирающиеся в труднодоступные места. Но вот андроиды кажутся, пусть и крутой задумкой, однако недостаточно полезной. Что мешает Скайнету просто выпустить биологическое оружие, истребив все живое, не добитое во время судного дня, под корень. Вообще-то, к подобным выводам он пришел. В сериале Хроники Сары Коннор выясняется, что как минимум один раз он пытался распространить некий смертоносный вирус. Благо, с ним удалось справиться, потому что у члена сопротивления Сидни Филдс оказался иммунитет, а ее сестра Лорен, будучи медиком, смогла на основе ее крови создать противоядие. Ну ладно, не получилось с этим вирусом, получится с другим, верно? В принципе, да, но, как всегда, есть нюансы. Дело в том, что для перемещения и большего распространения вирусам нужен биологический транспорт. Вне человека или животного они существуют не так долго. Пандемия в нашем реальном мире, в эпоху глобализации, авиаперелетов, огромных сборищ людей – это одно, что мы, собственно, и увидели. Пандемия в постапокалипсисе, когда весомая часть всего живого на планете истреблена, это уже другое. Люди сильно разрознены, разбиты на отдельные небольшие группы, прячутся под землей, на поверхности перемещаются с крайней осторожностью. Так что распыление каких-нибудь токсинов или химического оружия с воздушных хантеров имело бы смысл над теми местами, где однозначно известно об обитании людей. Да и выветривалось бы это все после достаточно быстро. А покрыть всю землю, чтобы бойцы сопротивления даже выйти на поверхность не могли бы – невозможно. Элементарно не хватит столько ресурсов. Это не значит, что не стоит пытаться. Для искусственного интеллекта на войне все средства хороши, его же не сдерживают моральные рамки и принципы гуманизма. Допустим, отпускать зараженных пленных из своих концлагерей было бы умно. Просто подобные решения должны использоваться комплексно с остальными. Например, с созданием антропоморфных роботов, чем антагонит серии и занимался. А какая все же польза от человекообразных терминаторов для его злодейских целей? До того, как атомный Армагеддон сместил правителей планеты с их трона, доминирующей формой жизни на ней были люди. И неспроста именно мы. Очень советую ознакомиться с лекциями Станислава Дробышевского об эволюции человека. Если анализировать всю доступную информацию, то получается, что дело в совокупности факторов. Помимо развития нашего мозга и формирование самого продвинутого интеллекта из всех остальных существ, также немаловажную роль сыграло и строение нашего тела, особенно подходящих конечностей для различных форм труда. Тем же дельфинам, обладающим неплохими мозгами, не построить мощную цивилизацию плавниками. Со стороны Скайнетта было бы глупо не скопировать наш функционал. Кстати, судя по тракциону «Битва сквозь время», на которой я уже делал обзор, манипуляторы, схожие с человеческими руками, были доступны ИИ еще до судного дня. Так же, как и примитивные роботы Т-70. Пускай Battle Ecros Time не канон, но по франчайзу мы видим, что в подобном ключе суперкомпьютеры думал, а затем его инкарнации и последователи. Правда, можно возразить, что если дело в первую очередь в подходящих манипуляторах, то спруты из Матрицы работниками окажутся более эффективными. Ведь их щупальца могут все то же самое, но быстрее, и самих конечностей больше. Даже если опустить механизм антигравитационного полета, который Скайнетт вообще-то не имел, у него использовались реактивные или пропеллерные двигатели, так что построен спрутов, так же круто, как в Матрице они не перемещались бы. Тем не менее, по поверхности ходили бы нормально, даже быстрее эндоскелетов. Тогда почему он не строил их? Ну, чтобы закрыть тему кальмаров. Помимо антигравитации, отлично двигающиеся щупальцы технологически сделать сложнее. Во франшизе они появились только в шестом фильме уровень седьмых и базировались на полисплаве, в простонародье жидком металле. До его изобретения проще было делать на обычной гидравлике, а поршни в щупальцах это что-то не кажущееся удобным. Зато они сработали в строении эндоскелетов. Таким образом, в Терминаторах, во-первых, были воссозданы плюсы человеческого тела, а во-вторых, появилась возможность обманывать противника. Сначала более примитивными способами. Латексное покрытие, плохо имитирующее кожу из оригинальной вселенной Хроник, или даже резиновые маски из линейки Салвейшн. Затем более продвинута. Специально выращенная биологическая ткань с воссозданием крови, пота и остальных атрибутов, призванных сбить с толку мясные мешки. Взять врага не просто грубой силой, но и хитростью. Вполне себе хорошая идея. И здесь у многих возникает резонный вопрос. Ладно, с инфильтраторами все понятно. Обманули людей, проникли в их тыл и перебили всех подчистую. Но почему на поле боя используются голые эндоскелеты, имеющие как защищенные места, особенно в области груди, так и явно более слабые, например, провода и зачленения. Нелогичнее было бы роботов без камуфляжа покрывать дополнительными доспехами, наглухо закрывающими уязвимые детали, превращая их в своеобразных терморыцарей. Да, логичней. Еще в первом фильме заряд дроби попал в руку, отчего сгибаемость пальцев ухудшилась, пока не была проведена очистка. Коль вред может причинить обычный огнестрел, то чего уж говорить о гораздо более разрушительной плазме. Забавно, что в расширенной вселенной эту ситуацию решили частично исправить. В игре Mortal Kombat 11, в отличие от андроида с внешностью Карла, эндоскелеты с будущего имеют усиленные бронепластины в области груди и частично рук с ногами. Аналогичная ситуация с игрой Gears 5. Также добавлены небольшие обвесы. В мобильной игрушке по Генезису авторы пришли к примерно тем же выводам у отдельных серий. Это не защита в круг, но мысль отчасти правильная. По сути, Т-800 или еще кто-нибудь, не участвующий во внедрении, не должен быть гол как сокол. Если он не получает кожный покров, дающий вместо боевой защиты тактическое преимущество, то должен оснащаться специальной броней. Возможно, до того, как сопротивление обчистило склады с плазменным оружием или забрало его в качестве трофеев. Для Скайна защита своих дронов не была столь критичной, ведь они созданы из прочного гиперсплава, устойчивого к огнестрельному оружию и высоким, да и низким температурам. Соответственно, воюют и так вполне успешно, а лишнее бронирование это трата лишних ресурсов, которые можно пустить на производство новых терминаторов. Когда же плазма все же попала в загребущие ручонки повстанцев, ее разрушительная сила еще больше обессмыслила навешивание дополнительной защиты. То есть да, в битве сквозь время модель 101 без каких-то апгрейдов выдерживает попадание лучей маленьких дронов. Однако это не каноничный аттракцион, показывающий крутость параллельного дяди Боба. Зато в темной судьбе Т-800 ложится уже после одного плазма-выстрела. Закрытые плечи и ноги ему не помогли бы. Подытожим. Скайнет занимался не только созданием эндоскелетов, но и биооружием тоже. Конечно, с большим акцентом на первом варианте, потому что постапокалиптическая среда вносила свои коррективы. Имелись ли еще способы уничтожения человечества? Наверняка. Использовал ли злодей весь свой потенциал? Навряд ли. Но если провести изыскание, как в этом ролике, то идея с термами была вполне себе жизнеспособной. Впрочем, это моя точка зрения. У вас она может отличаться. Как вы думаете? Поделитесь своим мнением. Тыкните лайк, сделайте репост и подпишитесь на канал Объект. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok